Отрывок, который записан с 8 по 15 стихи. Итак, мы читаем вторую главу, послание Колоссян, с 8 стиха. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обращением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества Телесного. И вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании против ваших, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял Его от среды и пригвоздил ко Кресту. Отняв силы у начальств и у властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее событие является замечательным напоминанием сути Евангелия, которое проповедуется здесь, каждое воскресенье. И Евангелие заключается и задоточено на личности Иисуса Христа. И сегодня мы увидим это символичное действие, которое подразумевает или показывает таким образом «Ветхий человек умирает и рождается новый во Христе Иисусе». И для того, чтобы мы понимали, что вся наша жизнь сосредоточена в Иисусе Христе, наше оправдание сосредоточено в Иисусе Христе, наше освящение сосредоточено в Иисусе Христе и наше прославление сосредоточено в Иисусе Христе. Каждый раз, приходя на это место, мы поем «В Христе одно надежды». «Он моя скава, на которой сыщется моя воскресенье». Иисус Христов на Долговском кресте, тот, который дает мне и каждому из нас, сидящих здесь, жизнь, настоящую жизнь. Крещение является ничем, как важным символом, который показывает именно это для каждого из нас. И особенно для вас, кто будет принимать это водное крещение. Знаете, когда мы читаем Евангелие от Матфея, третью главу, то мы читаем удивительное событие. И оно заключается в том, что Иисус Христос в начале своего служения Он пришел на Яндам, к Иоанну Крестителю для того, чтобы креститься. Мы дальше узнаем из Слова Божия, что сам Иисус крестил. Если вы помните, в Банглее от Яна, в 4-й главе, в 1-м стихе, был такой вопрос, что Иисус крестит более, нежели Иоанн. Вы знаете, что в Великом Поручении содержится вот это повеление идти проповедовать Евангелие, или идти научить народы благой вести. И что делать дальше? Крестить. В Новом Завете мы не встречаем некрещенных христиан за исключением одного. Это разбойник, это христиан. И когда мы с вами на малой группе изучали недавно совсем послание к Римлянам, 6-ю главу, то мы задались этим важным вопросом. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славу Иисуса, так и нам ходить в обновленной жизни? Апостол Павел говорит ему ничто иное, как то, что каждый верующий человек является крещенным в Иисуса Христа, погруженным, помещенным, отождествленным с Иисусом Христом. И когда мы возвращаемся к этому великому повелению, которое Он дал Своим ученикам и Церкви, то мы вспоминаем, что Он сдал эту заповедь, совершать это до какого момента? Доколе Он придет. мы призваны крестить до пришествия Иисуса Христа. Церковь призвана это делать. Потому это потому, что в этом сосредоточена суть Евангелия. Но мы не хотим просто выполнять какой-то обряд, как это очень часто принято делать. Мы хотим, чтобы крещение отражало Евангелие. И когда мы с вами возвращаемся к Евангелию от Матвея, где описано то, как Иисус Христос крестился в третьей главе, то мы находим слова или призыв, которым обратился Иоанн Креститель к людям, которые хотели увидеть, что происходит, и многие хотели креститься. И вот в 8 стихе Иоанн Креститель обращается с такими словами. Он говорит «Сотворите же достойный плод чего? Покаяния». «Сотворите же достойный плод покаяния». Дорогие братья и сестры, Иоанн обращается к илудеям. Иоанн обращается к людям завета, те, которые с самого рождения они были научены, что они являются детьми Божьими, они являются наследниками завета. Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы дать настоящий дать новый завет, открыть дорогу к этому завету всякому, кто верует в него, но этот путь проходят обязательно через покаяние. И Он обращается к этим людям, которые думали, что они не нуждаются в покаянии, они уже в завете. Он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Вы знаете, мы проповедуем это и будем проповедовать это здесь на этом месте. Что независимо от того, в какой среде вы родились, вы могли родиться в прекрасной семье, в очень высокоморальных людей. Вас научили жить и поступать по правде. Но для того, чтобы креститься, для того, чтобы облечься в Иисусе Христа, вам необходимо покаяние, осознание своего греха или греховного состояния. Для того, чтобы, если вы родились в христианской семье, если вы родились в семье служителя, вы нуждаетесь в покаянии, вы должны сотворить достойный плод покоя. И это является условием крещения. Вот этот текст, который мы с вами прочитали, над ним можно очень много рассуждать. Но я бы хотел, чтобы мы с вами увидели несколько истин. Несколько раз я подчеркнул в прочтении этого текста, здесь говорится в нем. В нем обитает вся полнота. Мы имеем полноту в нем об обрезании. обрезание, как вы знаете из Ветхого Завета, это знак Завета. То есть обрезание не делает человека спасенным. Обрезание должно было напоминать каждому человеку, который был подвергнут ему, что он родился в народе Божьем, он является наследником или частью этого народа, поэтому он должен жить надлежащим образом. И знаете, здесь обратите внимание, написано, что мы обрезаны обрезанием нерукотворенным или нерукотворным. Здесь говорится именно о нерукотворном обрезании. И именно это нерукотворное обрезание, оно не имеет ничего общего с тем физическим обрезанием, которому подвергался каждый мальчик из народа израильского, начиная с бытия 17-й главы. Здесь говорится именно о нерукотворном, сверхъестественном действии, мы должны это понимать. Например, Евангелие от Марка в 14-й главе Иисус Христос говорит цитируется слова Иисуса Христа. Мы слышали, как Он говорил, «Я разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой нерукотворный». О чем здесь идет речь? О воскресении, да? Они понимали, что речь идет о каком-то здании, о камнях, а Иисус Христос говорил о воскресении. То есть, Иисус Христос говорил о действии Божьем. Или во втором послании Коринфянам мы читаем, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилища на небесах, дом нерукотворенный, вечный». О чем здесь говорится? Говорится о преображенном, этом нетленном, этом вечном состоянии, которое является действием Божьим. Человек этого не может сделать. Даже самый искусный человек не может это сделать, это действие Божьим. Поэтому здесь, в этом стихе 11-м говорится, что мы обрезанным обрезанием нерукотворным. Это действие Божье. Дорогие братья и сестры, перед тем, как вы совершаете этот акт святого водного крещения, Бог совершил над вами совершенно другой акт, который только Он может совершить. Это акт духовного обрезания. что произошло? 12-й сих говорит, что мы погремены с Ним и с воскресли веру в силу Бога. Воскресли Воскресли